Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Илюза Шерифулина. О событиях из жизни университета, а также мировых новостях, расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. Проекты Казанского университета вошли в топ-50 лучших инновационных идей для Татарстана. Ученые создали электронную кожу. Как чипы помогут вернуть зрение? 10 декабря в Институте физики Казанского федерального университета состоялось вручении премии имени Сагдеева. Стипендии получили магистранты Института физики за научные исследования. Награда вручается по двум направлениям – фундаментальная физика и химическая. Удостаиваются ее студенты, публикующие свои работы в рецензированных изданиях. Награды вручает проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюшский. К другим новостям. Состоялся финал ежегодного республиканского конкурса для инновационных проектов Татарстана. Премии и средства на развитие проектов получили 170 заявителей из 2000 участников. Призовой фонд составил 14 миллионов рублей. В числе победителей – представители Казанского университета. Подробности в репортаже нашего корреспондента. 50 лучших инновационных идей для республики Татарстан представил инвестиционно-вечерный фонд. Торжественное награждение победителей конкурса прошло в ГТРК «Корстон-Казань». Поздравил их президент республики Татарстан Рустам Мениханов. Конкурс 50 инновационных идей и идеи 1000 позволяет нам параллельно с учебой развивать собственные проекты. Пробовать себя в инновационном предпринимательстве. Выстраивать продуктивные взаимоотношения с вузами и бизнесом. Очень важно, чтобы их проекты трансформировались из идей в годовые технологии. Также участие приняли премьер-министр республики Татарстан Алексей Писошин и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. К слову, проекты Казанского университета ежегодно отмечаются в конкурсе. Этот год не стал исключением. Мы опять собрались, несмотря на коронавирус. Мы здесь собрались для того, чтобы опять оценить прошедший год с точки зрения созданных новых проектов, новых решений, новых технологий. И Казанский федеральный университет здесь, как всегда, является одним из лидеров, потому что в этом году мы представили на конкурс более 100 различных проектов. Так, проекты Казанского университета признали лучшими сразу в трех номинациях. Были отмечены сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Фердавс Алиев в номинации Татнефтехиминвестхолдинг, сотрудники Института фундаментальной медицины и биологии Ирина Старостина, Вера Лежнева, Зарема Гелазеева, Довран Сабиров, Кристина Китаева и Лисанта Зиддинова в номинации «Связи инвестнефтехим» и доцент Института информационных технологий и интеллектуальных систем Влада Кугуракова в номинации ПАО «Акбарсбанк». Мы придумали создать трехмерные онлайн-выставки и расширить их на виртуальную реальность. Мы уже сделали реализацию, у нас есть MVP, то есть она уже готова к внедрению. В принципе, я считаю, что во время пандемии это очень важная вещь, когда можно удаленно, с присутствием своего виртуального отара, участвовать на разнообразных мероприятиях, которые проходят виртуально. Заключается в разработке принципиально нового метода подхода для освоения высоковязких нефтей и карбонатных отложений. Частично решаются проблемы попутного нефтяного газа, который очень плохо влияет на экологию, так сказать. Также в рамках финала конкурса состоялось расширенное заседание Наблюдательного совета Инвестиционно-Венчурного фонда Республики Татарстан. К слову, на нем обсудили и проведение конкурса в следующем году. Мы готовы проводить его 7-8 апреля. Конкурсы по программе 50 инновационных идей и по программе идей 1000 уже заложены. Бюджет принят на следующий год в полном масштабе, то есть никаких ограничений не ожидается. И программу акселерации мы точно так же будем ее дальше проводить. Диана Жлюнкова, Линарда Валитьяров, Универньюз. Ученые нашли способ вернуть зрение. О том, как такое возможно, расскажет наш корреспондент. Ученые из Нидерландского института нейронауки разработали чипы, которые состоят более из тысячи электродов и встраиваются в часть коры головного мозга, отвечающие за зрение. Благодаря чему люди, не видящие, в будущем смогут использовать вместо глаз камеру, которая будет встроена в очки. Это устройство состоит из двух основных частей. Это видеокамеры, которые, собственно, заменяют глаз человека. И чип, который преобразовывает видеосигналы, исходящие от видеокамер, в электрические импульсы, которые стимулируют те зоны головного мозга, которые отвечают за анализ зрительной информации. Пока технологию проверили на двух макаках. Им внедрили эти импланты в голову и дали решить несколько заданий. По словам ученых, обезьяны были способны видеть очертания объектов. Но, собственно, так и оценили эффективность работы этого устройства. Обезьянам давали определенные задания, связанные с формой объектов, и они его выполняли. Однако эта разработка на данный момент не сможет полностью вернуть человеку зрение. Я думаю, что в процессе усложнения технологий со временем человек сможет увеличить эффективность подобных устройств. И действительно вернуть человеку зрение полноценное. Ученые рассчитывают, что опробовать эти импланты на человеке не смогут ближе к 2023 году. Кристина Надышина, Универньюз. У многих подразделений в Казанском университете есть пресс-служба или отдел по работе с общественностью. У юридического факультета это Люстра-медиа-центр, созданный пять лет назад. Пять лет назад студентами юридического факультета Казанского университета был создан центр, освещающий события и интересные моменты из жизни юрфака. Им стал медиа-центр под названием Люстра. Уже год Люстра является официальным представителем юрфака в медийном пространстве. Наш медиа-центр отвечает за все образование мультимедийного пространства на факультете. То есть мы освещаем мероприятия в факультетском уровне, университетском уровне. Иногда также наши студенты аккредитируются в качестве СМИ на мероприятия всероссийского и нового уровня. Название Люстра выбрано из-за того, что медиа-центр ярко освещает события. В его команде трудится 35 человек. По словам руководителя центра, это не только студенты самого юрфака, но также и студенты других институтов Казанского университета. Помимо освещения событий факультета, Люстра помогает абитуриентам при поступлении в ВУЗ. Формируем в целом, скажем, такой бренд нашего факультета, его имидж. То есть оформляем в едином стиле те же аккаунты в социальных сетях. То есть мы отвечаем за все официальные аккаунты юридического факультета в социальных сетях. И те же абитуриенты, то есть потенциальные студенты, они же уже видят, чем занимается наш факультет, что он стильный, модный, молодежный, так сказать. И я думаю, это имеет большое значение и играет большую роль в развитии самого факультета. Свою деятельность ребята ведут в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Вступить в команду может любой желающий. Достаточно пройти собеседование и иметь огромное желание быть в центре событий жизни Юрфака. И все желающие, у кого есть желание творить, фотографировать, писать и просто участвовать в жизни нашего факультета, они без проблем могут попасть в наш медиа-центр. Лев Диденко, Вилета Басова, Универ, Ньюс. Впервые ученые создали электронную кожу. Она способна обрабатывать одновременно тактильные и нетактильные сигналы. О том, когда можно будет ощутить новое прикосновение, расскажет Энджа Миннебаева. В фильме с Робином Уильямсом «Двухсотлетний человек» робот Эндрю со временем стал человеком. У него появились органы, ткани, чувствительные к прикосновениям руки. Так фантазия кинематографистов становится почти реальностью. Международная корейско-американская группа ученых создает электронную кожу, которая не только внешне похожа на человеческую, но и способна реагировать на смену температуры и на касание. Они разработали специальные сенсоры, которые могут не только, например, показывать температуру, а именно за счет одного типа сенсоров, электрода с электролитами, эти сенсоры позволяют сразу анализировать разные воздействия на кожу. Это все сделано для робототехники. Сейчас есть специальные технологии по выращиванию кожи для людей, получивших тяжелые ожоги. Но применять электронную кожу пока невозможно. Для лечения ожогов нужны биологически совместимые материалы. Можно создать биомеханический протез. Если на этот протез поместить вот такую электронную кожу и правильно эту электронную кожу совместить с мозгом, и тогда потенциально можно создать протезы, в которых человек сможет ощущать окружающий мир максимально приближенным к естественным ощущениям. Протезы уже сейчас значительно облегчают жизнь некоторым людям. Если ученым все же удастся совместить электронную кожу с человеческой, то это станет феноменом в сфере биотехнологий. На этом все. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях. До новых встреч!